Я придерживаюсь принципов доказательной медицины, поэтому в этом видео я расскажу с научной точки зрения о том, как распознать опасную родинку до того, как она станет меланомой. Кто в группе риска? Как снизить риск меланомы? И что делать, если вы подозреваете у себя меланому? Без воды только факты. Как распознать опасную родинку? Используйте правило А, Б, Ц, Д, Е. А – это асимметрия, если одна половина родинки отличается от другой. Б – это бордер, границы, неровные, размытые или зубчатые края. С – это color, цвет, несколько оттенков или неравномерный окрас. Это один из ключевых признаков, на которые нужно обращать внимание. Д – диаметр, более 6 мм. Е – изменения, если родинка меняет форму, цвет, размер или начинает кровоточить. Имейте в виду, что примерно 70% случаев меланомы развиваются из новых образований, а не из существующих родинок. Поэтому важно замечать любые изменения на коже. У мужчин меланома чаще появляется на спине, а у женщин – на ногах. Поэтому мужчины должны уделять особое внимание осмотру труднодоступных мест. Диспластические или атипичные родинки, которые имеют необычную форму, размер или цвет, несут более высокий риск превращения в меланому. Родинки диаметром более 6 мм, размером с ластик карандаша, требуют особого внимания, так как риск их злокачественного перерождения выше. Давайте рассмотрим, кто в группе риска. Некоторые люди более склонны к развитию меланомы. В группе риска – те, у кого светлая кожа, рыжие волосы и веснушки, например, как я. Люди с большим количеством родинок, более 50 на теле. Те, у кого были солнечные ожоги, особенно в детстве. Любители соляриев. По данным ВОЗ, регулярное использование солярия увеличивает риск меланомы на 75%. Люди с семейной историей меланомы. Если у ближайших родственников была меланома, риск ее развития у вас возрастает в 23 раза. Если вы узнали себя в этом списке, проводите самообследование регулярно и обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом с SPF не ниже 30. И удаляйте родинки, если они вызывают сомнения. Как же снизить риск меланомы? Меланома – это тот вид опухоли, который можно предотвратить. Вот 5 простых правил. Их соблюдение обязательно, тем более, если вы находитесь в группе риска. Избегайте прямых солнечных лучей с 11 до 16 часов. Пользуйтесь солнцезащитным кремом каждый день, особенно летом. Не злоупотребляйте солярием. Это самый быстрый путь к раку кожи. Носите шляпы и одежду, защищающую от солнца. Обращайтесь к врачу при любых подозрениях на изменения родинок. Повторюсь, вовремя выявленная меланома повышает шанс полного выздоровления. К счастью, на сегодня мы знаем многое об этом заболевании. Кстати, удаление безопасной родинки по эстетическим причинам не повышает риск развития рака кожи. Однако удаление подозрительной родинки должно проводиться с соблюдением всех норм предосторожности и с последующим выполнением гистологического исследования. Как вы решили этот вопрос? Ну, поскольку я нахожусь в группе риска со светлой кожей, с веснушками, я удалила у себя все потенциально опасные родинки. И многие люди, которые боятся этого делать, потому что это может привести... Если это нормальная, обычная родинка, то никакого риска возникновения меланомы нет. Продолжение следует...